Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Звезда мажора Павел Прилучный дал интервью одному из изданий. Он рассказал, что ради роли в военной драме Тимура Бекмамбетова-Девятаев ему пришлось похудеть на 12 килограммов. 33-летнему актеру, который сыграл героя Великой Отечественной войны Михаила Девятаева, помогла жесткая диета, он сидел на рисе и воде. Прилучный также рассказал, что во время съемок у него от напряжения не мели губы, так как приходилось сниматься при низкой февральской температуре в одной только робе. «Меня под ней обматывали целлофаном. В Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно», — отметил Прилучный. Он рассказал, что брал на съемки массовых сцен 8-летнего сына Тимофея. «Хочу, чтобы он хорошо знал историю своей страны, знал, как реально было в лагере для военнопленных», — добавил артист. Кроме вопросов про кино, Павлу пришлось прокомментировать свою личную жизнь. На вопрос, «Чего вы боитесь», актер ответил, что боится одиночества. И чтобы покончить с расспросами, звезда тут же добавила, «Сейчас я живу с мамой». Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцинеется официально расстались в начале июня прошлого года после 8 лет брака. Тогда же появились слухи, что актер встречается со звездой папиных дочек Мирослава и Карпович. Вместе коллег видели в одном из супермаркетов, а потом в путешествие в Крым, куда Прилучный отправился со своими детьми от Агаты сразу после развода. Экс-избранник Муцинеется никак не комментировал свой роман, однажды опубликовав дневный пост на предмет того, что в его жизни уже давно началась новая эпоха. В интервью российской газете актер не подтвердил слухи о том, что Мирослава составила ему компанию во время поездки к Черному морю. Мы рванули туда большой компанией, отдохнуть. Но уже на следующий день под окнами толпилась стая журналистов, рассказал Павел Прилучный. Он добавил, что охотно вкладывает деньги в детей и путешествия. Позже появилась информация, что Мирослава Карпович переехала к возлюбленному, но не в его особняк, который артист оставил себе после развода с женой, а в соседний дом. Якобы сообщали источники, звезде папиных дочек не нравилось жить там, где раньше Павел был счастлив с другой. По другой версии, у Прилучного в это время был ремонт. Осенью 2020 начали активно муссировать сия слухи о том, что Прилучный и Карпович ссорятся. Причиной раздоров, по мнению журналистов, могли быть симпатии Павла к коллегам по сериалу «В клетке 2», например, Вере Панфиловой и Зипюр Брутян. Фотографии с актрисами актер размещал в своем микроблоге в Instagram, а в январе 25-летняя Зипюр публично поблагодарила Прилучного за поддержку и любовь. Что касается совместных снимков, Скорпович, они также появлялись в микроблогах в Instagram как у звезды Мажора, так и у его возлюбленной, но это были всего лишь кадры из совместных спектаклей. Добавим, что резко высказаться в адрес изданий, которые проявляют интерес к его персоне, Прилучного заставили материалы о том, что артист после развода смуценеется по грязь в долгах, а его возлюбленная выполняет функцию няни Тимофея и Мии. Павел попросил не писать о нем и не придумывать ради рейтингов незамысловатое название статей. Добавим также, что в начале марта в день рождения Карпович Прилучный устроил возлюбленный сюрприз, организовав ей романтический завтрак и поездку на вертолете. Актриса поделилась впечатлениями, показав видео с празднования своего юбилея. Кадры артистка сопроводила хэштегом Прилучший волшебник. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.